Не путать лекции с блогерами. Блогеры, они о своем, а мы о вечном и бесконечном. Мы занимаемся просвещением, а блогеры занимаются захватом внимания внутри социальных сетей. Идет война, но не боевыми средствами. Надо вывернуться, подменив игру. Победа духа. Это СССР-2 будет новый, третий ардовый. Оп, оп, этот СССР-2 и расскажет. Киевская Русь первородна или московитая. Поэтому про Тартарию там ничего. По паспорту я, Петр Адольфович, Россия преобразится. Антихрист все равно победит. Еще раз говорю, геополитика это не наша. Не нравится, не ешь. Мне скажут, а чего ты это щеки надуваешь? Ты имеешь вообще компетенции такие оценки делать? Да. Почему президент Зеленский официально не объявляет войну России по законам Украины и международного права? Если война, то тогда капитуляция. Тогда главное. Если война, то это обстоятельства непреодолимой силы, которые позволяют зачеркнуть через форс-мажор обязательства. А Зеленский не отказывается от обязательств, поэтому не объявляет войну. Форс-мажора нет. Есть специальная военная операция. Возможно ли ситуация, в которой Китай встанет на сторону Запада против России? К сожалению, очень даже возможно. Для того, чтобы это не произошло, Россия в той ситуации, в связке трех сил, Китай, Россия и США, заняв активную позицию, а активную позицию Россия заняла с ультиматумом Рябкова 15 декабря 2021 года, вот она, если будет давить, ломить стеною, идет война, но не боевыми средствами. Она, Россия, выиграет. Почему? Потому что и Китай, и США находятся в пассиве. Вот продолжение, твердое продолжение активной позиции, не боевыми средствами обеспечивает победу. Есть российскую победу России в треугольнике и, соответственно, глобальную победу. И это закон перемен в военном искусстве. Это закон перемен в военном искусстве. Не нравится – не ешь. Никто же не преподает закон перемен. Где? В каком, понимаешь ли, энциклопедии прочитать? Все, это вам не надо. Многие знания, многие печали. Следят, наблюдают. Значит, мы на верном пути. И ты нам точно подходишь. Да кому это нам? Кому, кому. Надо кому. Многие знания, многие печали. Всему свое время. Какие последствия вы видите для РФ в случае поражения военной спецоперации? Ну, спецоперация не будет объявлена поражением. Она будет объявлена победой, так же, как и победный выход советских войск из Афганистана. По сути, это, конечно, поражение. По форме это будет победа какая-то. Но чего? Мирного существования. Мир. Наконец-то, так сказать, эти ужасы войны, так сказать, преодолены. Последствия будут ужасными, если не перехватить, так сказать, инициативу и не победить асимметрично не на уровне Украины, а на уровне всемирности. Поэтому я и говорю, что победа России, удела России всемирность, и победы должны быть на всемирном глобальном уровне. А это не важно, чем закончится специальная операция на Украине. Надо вывернуться, подменив игру. Вывернуться из шахматной схемы противоположностей России воюет с Украиной, подменив игру, уйдя, так сказать, из двоичности в троичность. А что плохого в шахматах? Ничего. Кроме того, что шахматы – это ловушка для ума и сердца. Север, юг, запад, восток. Двойка, четверка, наземная. А мир-то у нас трехмерный. Поэтому выкинь шахматы из головы. Прежде нужно знать настоящие игры, в которые играет противник. Поэтому вам закон перемен никто не расскажет, никаких учебников. А кто знает про закон перемен? Кому надо за кулисы, те и знают. Россия выиграет, если будет давить нематериальные силы. А для этого нужны образ победы, притягательный образ, куда Россия зовет народы мира. Этот притягательный образ был тогда, когда Россия звала народы мира в коммунизм, светлое будущее всего человечества, не состоялось. Куда теперь звать – это, говорит, не политика. И хочет, и желает достучаться не до умов, а до сердец через образы и символы. Выражать, понимаешь ли, свои чувства. И в этом резонансе чувств и будет победа. Русская победа духа. Как эта победа духа выглядит, да? Значит, это сначала родина-мать зовет. Это дух победы, он от земли. Потом, значит, этот дух победы от земли генерирует энергию жизни. Народ хочет. И тогда, когда создался, так сказать, этот среда, пробивает, значит, этот святой дух от неба. И тогда, так сказать, искра божья пробивает, и она, собственно говоря, запускает, запускает эти перемены. Тяговый двигатель, возвращение на круги свое, вот это счастье и радость. Мальца позывной, как записывать? Сга. Хм, божья искра? Как в итоге разделят Россию? Ну, Россию очень не хотелось бы, чтобы разделили. К этому, собственно говоря, замысл-то врагов есть, но политика, так сказать, Кремля действительно, в общем-то, провокационно подставляет. В случае, если Россия проигрывает, то она будет расчленена. Поэтому проигрыш невозможен. И в замысле создателя развала России не должно быть. Ее удержат от развала. В небесной канцелярии через руки у Всевышнего нет других рук, кроме тех, которые на земле. Ее удержат от развала. Я говорил о замысле. Замысле врагов. Он никуда не делся, этот замысел. Судя по тому, что происходит, у меня оптимизм, перспектива светлая. Россия победит. В глобальном масштабе. Как вы видите место Белоруссии в сегодняшнем раскладе сил и в будущем? Что будет после ухода Лукашенко? Союзное государство России и Белоруссии. К этому союзному государству примкнут, например, другие тюркские республики. И будет СССР-2. Это СССР-2 будет новой, третьей артурой. Потому что это не будет Красный СССР. Не будет Красного СССР. СССР же будет весь другой. Это цвет победы. Цвет победы пурпур. А это Красный плюс СССР. Красное, вот это левое, коммунистическое. Нужно соединить с либерализмом. И синим. Получится, понимаешь ли, как гармония. Евразист. Если убрать, понимаешь, в чем дело либералов. Будет такая. Какие цвета на флаге Третьего Рейха. Красный, черный и белый. Путинская идея, которая взята у Ивана Ильина. Это православная монархия. Великая консервативная держава. Это черносотенная идея. Это черный. Красный с черным это нацизм. Русский нацизм. Поэтому нужно красный с синим. Включайте телевизор. Там государственный канал. Государственный канал. Россия один. На этом государственном канале главная информационная битва идет, понимаешь ли, на упоительных вечерах Владимира Соловьева. Кто такой Владимир Соловьев? Хасид. Поймите меня правильно. Он не католик, не буддист, не адвентист седьмого дня. Он Хасид. И что там на этом государственном канале кто вещает истину в последней инстанции, которую все слушают в молчании, приняв стойку смены. Они слушают иностранного гражданина. Рупор вечного царства Израиля. Тут говорят дефолт. Когда заменяют русские слова иностранными, мне это всегда режет ухо. Спецслужбиста. Ну посмотрите прямо в телевизор, кто вещает эту главную мысль. Ее вещает Якоб Кернин. Как это дефолт по-русски? Это не платежеспособность. Ну есть русский язык. Он простой, он удобный, он всем понятный. Ну что вы народу вешаете там? Дефолт, дефолт. Кто такой Яков Кернин? Это спецслужба натив. Это репатриация евреев. О чем он не говорит, но точно показывает. Он показывает, что должно быть. И все внимают. Потому что другого рупора нет. В России сейчас идет огромная экономическая революция, связанная с тем, что Россия, хочет она, не хочет, заставляет вас отделиться от западной экономики. Он же какой-то Яша Казаков, гражданин Союза СССР. Читайте, завидуйте. Я гражданин Советского Союза. Вот он и этот СССР-2 и рассказывает. Вопрос об СССР-2 воспринимается взглядом, опять же, назад. Посмотри на востоке. Новый день настает. Ты же смотришь упорно затылком вперед. СССР-2 это не СССР-1. СССР-2 это Третья Орда. Это Большая Евразия. Это цивилизационный проект, устремленный в будущее. Цвет флага пурпурный. Это цвет победы. Большая Евразия это не абстрактная геополитическая схема. А без всякого преувеличения. Действительно цивилизационный проект, устремленный в будущее. К какому из мировых проектов вы относите себя? Ну, Я Большая Евразия, Третья Орда. Ну, поймите меня правильно. С позиции Красного полковника, занимающегося разведкой комментированной, я должен топить это современное, так сказать, слово. За тех, кто побеждает, а не за тех, кто проигрывает. Проигрывают вот эти, которые удерживают, а выигрывают те, которые захватывают. Поэтому я за захват в будущее. Вероятно, все-таки придется Кадырову со своими ребятами пройти по центральной улице Львова, чтобы убедить их, что лучше так для их будущего. Приглашаем с удовольствием встретить нас там. Ахмад! Образ русской победы – это мы сели с побежденным за общий стол и тризну правим по погибшим. Это образ русской победы. Это то, что делает, так сказать, привлекательным этот, ну, к сожалению, не транслируется в информационном поле, не засвечивается это. Но именно это и есть почему. Русская душа широкая, она же, понимаешь ли, завистливая и жадная. Вот, но в этой части, так сказать, она с милосердием. Верхняя часть – фиолетовая. Наш фиолетовый медведь. Ну, зеленый и фиолетовый. Зеленый кони. В средний фиолетового ждет гибель из-за зеленого. Тоже мне открытия. Все это и без них знаем. Что касается милосердия, да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Именно в этом, понимаешь ли, притягательность русской цивилизации. Потому что Аллах милостивый, милосердный. И русская душа не злобная. Хотя, завистливая и жадная. Если политика – это вопрос власти с позиции, кто враг, то кто сейчас на земле является врагом неба с позиции неба политики? Это канонические вещи. Это князь мира сего. Между тем, и силами зла, и силами добра управляет Деница, князь мира сего. Тот ответственен за исполнение замысла и исправную работу ловушек. Но мы так. Помогаем по мере сил. Это духи злоба поднебесной от Невушек. Если даджаль, там, это и шайтаны, это по исламу. Вот они. Антихрист победит. Мы в этом не сомневаемся. Это вот цифровизация, генно-модифицированный человек. Все туда и идет. Но царствие его будет недолгим, всего три с половиной года, потом новое небо и новая земля, на которых царит правда. А правда, это мир невидимый, станет видимым. И там мы увидим эту ужасную правду. И ты понимаешь, что это духа злоба поднебесной. Вот серо-зеленых чертиков, которые видят ребята, которые допились до белого горячика. Причем, что негр, что латинос, что белый, что китайец. Белая горячка дает одни и те же картинки. Вот почему-то об этом мало наука свистит. Грядущий белый царь будет явлен неким мистическим образом? Или он будет избран по какой-то специальной процедуре? Через земский собор, например? Ну, думаю, что будет, конечно, по какой-то процедуре. Какова эта процедура? Небес в канцелярии знает. Я по разведным признакам могу сказать, что это разведные признаки. И это разведные признаки замысла, а вовсе не предречения. Поэтому то, что я вам сейчас скажу, совсем не обязательно, что это так. Но другого у меня нет. Посмотрите на формулировку, кто может быть правителем России в поправках Конституции 20-го года. Никто на нее пальцем не показывает. Но текст-то есть. Так вот, из этого текста, который написан, кем написан? Те, которые планируют. Правителем России может быть человек, который взялся из бывших республик Союза СССР. Не обязательно из Российской Федерации. Так вот, есть такая мифологема, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, она уже отказалась от, ну, вот этой вот специальной военной операции, вот этой вот деноцификации, там прочего всего. Значит, встала на позицию православную, и эта церковь находится в гонении. Вот если Московский Патриархат, он находится, так сказать, под Кремлем, что в Кремле сказали, то наше святейшество и делает. То Украинская Православная Церковь, она находится в оппозиции к Кремлевским. Сейчас уж точно в оппозиции к Кремлевским. И не очень-то молятся за Зеленского. Или за те украинские перспективы, которые нам не объявили. Хотя мы знаем, и Патриаршев нам сказал, по-другому, 27-го числа раздел Украины. А раздел Украины – это выделение новой хозяйки на юге. Так вот, Украинская Православная Церковь, она церковь гонимая, она может избрать князя, который будет защищать церковь, православный народ. И этот Белый Царь может прийти оттуда, из Киева. Тут весь, так сказать, сакральный, вот, луковый выбор, или там, понимаешь ли, вот, что будет, это все связано с первородством. Киев, Киевская Русь первородна, или московиты, понимаешь, в чем дело. Так вот, этот Белый Царь может выйти из Киева. В том православии, так сказать, которое гонимое. А не в том православии, которое торжествует. Потому что то православие, которое торжествует, оно встало под пяту светской власти. А то православие, которое гонимое, оно может родить, понимаешь ли, этого Белого Царя, который вернет, так сказать, эти моральные и духовные принципы. Тут главное-то победа моральная и духовная. А нет, воен. Все ждут царя. Им насочиняли предсказания. Вы вернули как нужно. Они сидят и ждут, когда придет царь. А зачем им царь? А чтобы на него все тяготы переложить. Пусть все разгребает, а мы заживем счастливо. Продолжим жрать в три горла и будем наслаждаться жизнью. Они на самом деле так думают, понимаешь? Им неинтересно, заслужили ли они царя. Великая Тартария на средневековых картах это государство или просто обозначение территории? Ну, это карты-то чьи? Вам, дорогие ищущие, показывают карты европейские. А вы видели китайские карты? Нет, вам их не показывают. Ну, есть и другие карты. А показывают только, понимаешь ли, европейские карты. Темна эта часть. Почему? Потому что историю пишет победитель. Историю России всю выморали немцы, которые пришли вместе, начиная с Петра Первого, а в основном при Екатерине. Ломоносов там чего-то возникал, Татищев там чего-то возникал. А все равно та история, которая написана, написана немцами. Поэтому про Тартарию там ничего. Китайцы читать про Тартарию тоже не очень интересно. Почему? Они пишут свою картину. Китайцы пишут, что это все наше, китайское. Поэтому, что такое Тартария, есть некоторый разведный признак. Есть, так сказать, символика этой Тартарии. То есть что-то такое было. Но это что-то такое было присоединил к Москве Иван Грозный. А он кто такой в титул? Царь Казанский, Царь Астраханский и всей Сибирской земля повелитель. О, Иван Грозный всю эту Тартарию на себя забрал. Первым царем. Всея Руси. Никто не рассказывает. Памятников нету. Почему? Ну, потому что Романовы, понимаешь ли, этого очень не хотели. Андрей Петрович Девятов и Петр Адольфович Гвозьков. Это одно и то же лицо? Ну, конечно, это одно и то же лицо. Ульянов Ленин, Горький Пешков. Ну, вот и я такой же. Литературное псевдание. Вот. А так лицо одно и то же, конечно. По паспорту я, Петр Адольфович, Петр Камень. И ты, Петр Камень, тебе воздвигну церковь, и ее не одолеют врата ада. А Адольфович, это я, понимаешь, такой немецко-фашистской флером, понимаешь ли, пребываю. Андрей Девятов, это не я себе придумал этот псевдоним. Я ее придумал газета «Завтра», и это сделал, конечно, покойный день Нагорный. Он почему-то меня назвал Андреем Девятовым. Но я не сопротивляю. Андрей – это первый, а Девятый – это конец. Альфа и Омега. Может ли кинематограф быть оружием в войне смыслов? Конечно, из всех искусств для нас важнейших является кино. Конечно! Но какое кино нам покажет? Американское? Ну вот, и мозги все туда направлены. Россия преобразится. Это великая мощь. Она должна стать маяком того, как надо. Не весь мир сориентируется на этот маяк. Антихрист все равно победит. Но все равно, так сказать, этот образец будет показ. Не надо никого убеждать, уговаривать. Делаем свое дело. Остальное устроит канцелярия. Покажем образец. Как вообще все может быть. Запустим символы, все само сдвинется. Как он будет показан. Читайте последнюю речь Патрушева от 27 числа в российской газете. Вот примерно так. Вот он засвечивает некоторые планы. Как секретарь Совета безопасности. Мне скажут, а чего ты это щеки надуваешь? Ты имеешь вообще компетенции такие оценки делать? Ну, я вам скажу, что геополитика – это рожденное в России, ни у кого не списанное. Геополитика – это все западное. Это же, понимаешь ли, Макиндер, Хоускофер, там Мехин и так далее. Там русских нет. И геополитика – это преклонение перед Западом. Так вот мы, истолковые, понимаешь ли, родили от народа. Ни от Академии наук, ни от администрации президента, ни от бизнеса. Да, вот сами родили систему взглядов, внутренне противоречивую систему взглядов с таким детским именем не политика. А поскольку система взглядов внутренне противоречивая, значит, она имеет, так сказать, шанс называться адекватной происходящим процессом. Есть что живое, есть что живое. Всяких полно, живых мало. Чего так кричать? Еще раз говорю, геополитика – это не наше. Это все от Запада. Геополитика. Нет никакой геополитики. Те, кто управляет ветрами, заставляют верить в этот миф. В контроль над плоским пространством. Псевдоборьба за псевдополезные, псевдоископаемые. Север, юг, запад, восток. Двойка, четверка наземная. А мир-то у нас трехмерный. Неополитика – это все наш. Романа германской и штанглосаксонской составляющей в небо политики нет. И неополитика – это система взглядов, родившаяся в России, ни у кого не списанная и не имеющая индекс цитирования. Мы сами, мы сами. И другой системы взглядов, ни у кого не списанной в России, той, которая есть, нет. Теперь, значит, а почему я имею дерзость и наглость дать оценку обстановке с позиции, так сказать, не политики, а это взгляд сверху, со стратегической высоты и в масштабе глобальности. Мне сейчас 70 лет. 70 лет – это уже возраст, который позволяет судить о происходящем с позиции мудрости. После 60 лет, только после 60 лет – это конфликция. Человек может различить правду от неправды, и только после 70 лет все, что он… Его сердце – это чувства. Значит, они предрасположены к резонансу с законом «не», с законом «мироздания», вот этим, так сказать, с законом «перемет». Только после 70. Раньше – бесполезно. Ну, это Конфуций, наши-то умники, и сейчас вам все расскажут, как есть. А я вот дожив до 70 лет, и вот и только после этого, так сказать, рубежа сподобился, так сказать, сейчас сказать то, что я вам сейчас скажу. Мой жизненный путь был следующим. Я 10 лет служил в посольстве СССР КНР. За три командировки, значит, это был с 76 по 92 год. Занимаюсь 10 лет деятельность несовместимой с остаться дипломатом. Я все-таки-то на практике какую-то китайщину познал. Дальше я в перерывах между командировками в Пекин, в посольстве, я 6 лет был оперативно дежурным на пункте управления разведотехническим средством. Я закончил службу в Советской Армии в звании полковник. А 23 февраля 93 года я был исключен из списков главного разведного управления генерального штата. Моя служба в стратегической разведке, военной стратегической разведке, она проходила в Китае и на пункте управления разведотехническим средством, где я представлял китайское направление. А будучи оперативно дежурным, я взвешивал мир в течение ночи, а утром писал разведную сводку, что произошло. А разведотехническим средством это радиорадотехнический разведка. Это система управления связью с войсками оружиями. Глобальная на всех театрах войны, сухопутных и морских, в космосе. Я это знаю не потому, что я на Китайском фронте там закладками тайников занимался или прочим другим делами, несовместимыми с дипломатическим статусом. Я на пункте управления разведотехническими средствами. Этот стратегический кругозор имел, так сказать, и там, где США, со стратегическими авиационными командами, с крыльями МБР, с системой, значит, воздушно-командные пункты, там, значит, это вот самолет-ритрансляторы, там, театры войны к действию, глобальный щит, или там в НАТО, это винтекс, там, прочее. Это я все проходил, так сказать, не в Академии генерального масштаба, а в практике. Разведки, стратегической, в глобальном масштабе. Космические вещи, там, все прочее. Так вот, это одна часть моей компетенции. Я мир видел через систему управления связью, глобальным масштабом. Весь мир! Дальше я занимался китайщиной. Китайщиной занимался всю свою жизнь. И обрел некую квалификацию кандидата филологических наук по теме философские проблемы языка знаний. Я философию знаю, языка знаний знаю. Я прошел квалификацию. Я написал первую, в 1982 году монографию, письмо, язык, мышления китайцев, которая была издана в типографии главного разведывательного управления, массовым тиражом, 10 экземпляров. То есть я китайщину знаю. Я мир в системах управления знаю. Это мое, вот это вот управление связь, разведные признаки. Я в ГРУ от 6-го управления занимался разведным признаком. Разведные признаки это уши сущности, которые торчат над маскировочными сетями дезинформации. Это как достичь, как убрать эти самые маскировочные сети дезинформации и дотянуться, так сказать, до правды. Вот почему я сейчас вам буду рассказывать оценку обстановки, обстановки, потому что имею соответствующие компетенции. Ну и другие тоже, но я не буду дальше про себя говорить, какой я хороший. А так я вообще полный идиот, вот, контужен на всю голову. Те уж, мне довелось участвовать и в боевых действиях, и в спецоперациях разведки, а не только, так сказать, мастер информационной работы стратегической разведки. Я, в общем-то, и в поле тоже был. Ну и 70 лет, понимаешь, в чем дело. Все-таки это уже раньше и не стоит вообще рот разрывать. Значит, с оценками. Так вот, что у нас происходит. Какова, на ваш взгляд, вероятность ядерного конфликта в ближайшей перспективе? Никакой. Ядерной войны не будет. она не нужна планировщику. Все рассказы это пугалки. Пугалки нужны для того, чтобы решить задачу. Какую задачу? Победы. А вершины военного искусства это победа без применения оружия. Победа без применения оружия. Поэтому, сколько там не рассказывают про реактивные системы залпового огня Хаммерс или, понимаешь, применение тактического ядерного оружия, эскалации, которую приведет к глобальной ядерной войне, это бесконечный путь хитрости. Потому что это стратагемы. А планировщик собрался выиграть эту большую игру без применения оружия. На вершине военного искусства. Кто у нас занимается военным искусством? Министр обороны? Он что, в военном искусстве познал великое да? Кто? Путин? Кто? Путин? 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 Субтитры создавал DimaTorzok